Здравствуйте! Это главные новости. В студии Сергей Сергеев. Смотрите в нашем выпуске. Первые обладатели своего жилья. Жизнь в комфорте. 11 детей-сирот получили ключи от собственных квартир. Наш приют завалили коробками с слипыми щенками, завалили собаками крупными. Один в поле воин. Орловчанин организовал приют для бездомных животных. Страницы истории. 80-летнему юбилею Орловской области посвятили масштабную выставку. Это социальная драма. Короткометражка. Отцы и дети. В Орле завершился международный кинофестиваль. Пожелания жителей, качество работы, сроки. Это основные принципы приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В Орле по этой программе должны обновить 77 дворов. Свои первые оценки озвучил губернатор Вадим Потомский на аппаратном совещании в администрации региона. Наталья Пехтерева расскажет. Что такое проект «Городская среда» многие орловчане слышали. Жители дома номер 12 по бетонному переулку еще и увидят. Час знакомства с подрядчиками и кураторами проекта настал. Подрядчик компании «Двин». Зашли они на этот двор в тот четверг. Сейчас мы видим, что все борта уже демонтированы. Ведутся отметки для установки новых бортов. Сами борта завезены. Завезен песок. По заверениям подрядчика в течение недели этот двор будет заасфальтирован уже. И установлены бортовые камни. Временные неудобства жители обещают переносить стойка. Перемен ведь ждали больше. Бор был ужасный. Кошмар. Яма на яме. А если дождь, то ни пройти, ни проехать. С коляской нельзя. У нас даже одно время скорая помощь отказывалась ездить. Жители справедливо замечают, лишь бы дорожники успели до непогоды. Иначе вместо хорошего результата можно получить обратный эффект. На аппаратном совещании в администрации региона Александр Муромский озвучивал цифры, отражающие сегодняшнее положение дел по всему городу. По 7 было принято решение о расторжении договоров. Это произошло. После совещания на прошлой неделе мы еще 14 дворовых территорий расторгли контракты с подрядчиками, которые не выполняли свои обязательства. Итогово из 77 дворовых территорий по 56 у нас есть понимание, нет никаких проблем. И у нас есть четкое понимание, что они будут выполнены. Из них больше половины уже завершены. А по 21, 7 завтра заключаем договора с новыми подрядчиками. И сразу же на этой же неделе еще по 14 то же самое. Выключаем новые договора. Подрядная организация, которая вышла на работу ради того, чтобы взять объемы, а в итоге выяснила, что они не способны вообще нигде работать, их надо давать в реестр недобросовестных поставщиков услуг, чтобы впредь не было повадно для других. И банковские гарантии, чтобы они в конце концов понимали, что это не шутки. Ну и вашей администрации надо как-то более тщательно к этому... Я понимаю, что 44-й закон, я все прекрасно понимаю. Но так или иначе, надо попытаться находить их материально-техническую базу и опыт работы. Губернатор Вадим Потомский еще раз подчеркнул, личного контроля много не бывает. Тем более в нынешней ситуации, когда сроки поджимают. Вот здесь утро начиналось, Усиков, Ременьги и меня, с площади. Понимаете, мы собирали здесь подрядчиков, разговаривали. Андрей Иванович здесь не даст соврать. И в ручном режиме бегали. Он бегал, плитку эту разгружал, которой не хватало. Вы просто этого должны... Кстати, вы тоже были рядом. Вы должны это понимать, что если сам не начинаешь этим вопросом заниматься, а кому-то начинаешь поручать, а если поручил, не проверил вовремя, все. Появляется проблема. Глава области напомнил, дорожное строительство, в частности программа «Городская среда» и подготовка к отопительному сезону – это главная задача. Все 47 школ полностью, 100% готовы к отопительному периоду. 81 детский сад, все 100%. Периодическому протапливанию готовы? Да, протапливанию. Промывку делали уже? Делали. Все плановые работы, все сделано. Все объекты социальной сферы – это детские сады, школы, учреждения здравоохранения – все готово. Сегодня у вас подготовка к отопительному сезону и дворовые территории – это первое место. Первое место. Понятно, что надо работать с бюджетом, понятно, что есть кредиторка, понятно, надо думать, как жить по 2018 году. Поэтому посмотрите все свои муниципальные предприятия, трамвайный, троллейбусный парк, ПТП. Надо к этим вопросам уже подходить с предложениями для депутатского корпуса, чтобы они вас слышали. Также на аппаратном совещании шла речь о ходе работ на трассах регионального и межмуниципального значения и ситуации на рынке труда. Наталья Пехстерева, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». Александр Лилюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области, ответит на вопрос «Орловчан» в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 28 сентября. Вопросы можно задавать по телефону 76 10 28, а также заранее присылать на электронную почту первообластного портала новостей mailsobakobladin.ru В понедельник в микрорайоне Зареченске звучали напутствие и поздравления. Губернатор Вадим Потомский вручил ключи новоселам. В рамках перечня поручений президента вопрос обеспечения жильем детей-сирот приоритетный. За последние три года в нашем регионе вручили 650 ключей этой категории орловчан. Наталья Пехтерева продолжит. Своя собственная квартира. Супруги Черненко пытаются привыкнуть к тому, что это реальность. Почти месяц назад в день рождения Николаю позвонили и сказали долгожданное, готовьтесь к новоселью. День рождения прекрасный, конечно, шикарный подарок. Три года очень долго ждали, думали, что уже ничего не получится, почему-то, не знаю. Но когда нам позвонили, конечно, мы были рады, приехали слезы, все это, все-все было сразу, как бы довольны. Ребенок был счастлив, когда увидел, говорит, все, это моя квартира, я теперь здесь живу. Черненко сегодня не единственный новоселый. Дом номер один на улице Зареченская стала родным для 11 человек. Это ребята из категории дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Не передать словами просто, мы были все счастливы, у меня молодой человек, мы просто рады, потому что снимали до этого квартиру, конечно, тяжеловато. Строители обещают, вы будете довольны, вся необходимая инфраструктура прилагается. Они заселяются сейчас в прекрасный дом, в прекрасные квартиры, в прекрасный новый развивающийся микрорайон, где есть вся социальная инфраструктура, детские сады, школы, ледовый дворец, спортивные площадки. Значит, все, что связано с нормальным проживанием, с хорошим здесь проживанием. Поэтому пусть будут счастливы ребята в новых квартирах. Поздравление и напутствие почетных гостей во главе с губернатором. За три года в Орловской области мы вручили 650 ключей. Это один из лучших показателей в Центральном федеральном округе. И сегодня 11. Мы заложили только на 2017 год 225 миллионов рублей для решения этих вопросов. Это прямая задача, поставленная руководителем субъектов, президентом страны Владимир Владимирович Путина. И я вас уверяю, с этой задачей мы и в этом году справимся, и в последующие годы. Я от души вас поздравляю. Теперь вы обладатели своего жилья. Владимир Владимирович, спасибо вам за тот комплекс мероприятий, который вы провели по выполнению указа президента по обеспечению детей-сирот жильем. Это очень тяжелая программа, но последовательная, грамотно выстроенная работа управленческого звена, ответственность перед выполнением тех задач, которые поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, она в Орловской области выполняется успешно. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы от лица всей городской власти, от администрации города, от депутатов всех поблагодарить за поддержку в такой программе, а всех стоящих перед нами поздравить с получением жилья. Вы долго ждали, я думаю, вы рады. И вот он долгожданный момент вручения ключей и подарки тоже полагались. Даже не верить, что уже свое жилье. Первым гостем в этой квартире стал губернатор Вадим Потомский. На комнате квартира очень хорошая, качественно сделана. Орелстрой, как всегда, на высоте. Молодцы. Спасибо им огромное. На самом деле компания помогает для решения очень важных социальных вопросов, как никто другой. Хозяйка говорит, уже есть ощущение своего дома. На кухне ждал сюрприз. Подарочек от нас индезит. Надеюсь, российского производства. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу сказать большое спасибо, что они нам предоставили квартиру. Долго очень ждали эту квартиру, 4 года как-то. Вот получили, спасибо большое. Чтобы как можно быстрее исповелся детский смех и радость. Программа будет продолжена, так что таких счастливых моментов будет немало. Напомним, в начале сентября на заседании правительства губернатор Вадим Потомский поручил на 50 миллионов рублей увеличить бюджетное финансирование, обеспечение жилья детей-сирот. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областный. Все знают, о чем собака обывает кусачей. Проблема безнадзорных животных в Орле одна из самых актуальных. На отлов и гуманное содержание четвероногих в управлении ветеринарии нет денег. Орловский бизнесмен своим примером показал другое решение вопроса. Он организовал приют, где на постоянном попечении у него находится около 170 собак. В гостях у большой семьи побывала Алена Касаткина. Он спас от смерти тысячи собак. Сейчас только в помещении для щенков Эдуард Горбачев содержит порядка 20 питомцев. Всего в частном приюте почти 170 животных. О нашем приюте в интернете ходят несладкие вещи такие. Говорят, что мы специально плодим животных, специально разводим их. Это не так. Просто наш приют завалили коробками со слепыми щенками, завалили собаками крупными. Все животные, которые поступают к нам в приют, примерно одного плана. Они больные. То есть уже мы не обращаемся к ветеринарам, потому что никаких скидок от этих клиник мы не увидели. Лечим животных сами. Немало сил основатель приюта тратит и на то, чтобы найти своим подопечным новый дом. На содержание питомцев Эдуард тратит от 150 до 200 тысяч в месяц и практически все свободное время. Помощи от местных властей пока нет. Рассказ о каждом из постояльцев достоин пера Антона Чехова или Джека Лондона. Многие питомцы попали сюда с различными заболеваниями. Страдали от жестокости хозяев или стали жертвами обстоятельств. У каждой собаки здесь своя история. Например, американский спаниель по имени Зорин. Он попал сюда после госпитализации хозяйки. Собака была в ужасном состоянии, однако ее привели в порядок. И теперь он по-прежнему любит играть. Кормить, лечить, ухаживать за питомцами Эдуарду помогают волонтеры. Приют нуждается в любой помощи, но прежде всего в руках. Там гвозди забивать, варить клетки. Вот такой работы здесь просто куча. Потом нужна помощь в виде... Сейчас зима скоро, например, отопления в этом помещении нет. Конечно, здесь будут ставиться пушки, но все равно. То есть нужны одеяла старые, ковры, вплоть даже подушки какие-то. Ну, конечно, не бери и вы, и потом не уберешь. То есть вот такое нужно. В приюте берутся за самые, казалось бы, безнадежные случаи. Относительно недавно Эдуард приобрел участок земли для собак, вес которых близится к сотне килограммов. Такую собаку на улице никто кормить не будет, соответственно, будут проблемы. Собака кого-нибудь грызанет, будучи голодной. Либо другой вариант, ее просто отстреляют. Поэтому она живет у нас. Собаки не умеют врать, и потому по животному всегда можно определить, как к нему относятся. В обычной жизни на улице к собаке такого размера просто так не подойдешь. А здесь они ластятся и с удовольствием идут на контакт с человеком. Однажды вечером Эдуарду позвонили с просьбой помочь умертвить больную собаку. Ей оказалась юная Багира. Но волонтер, как всегда и бывает, не пошел легким путем. Теперь абсолютно здоровая Багира имеет свой дом. Из-за непокладистого характера она с трудом ладит с остальными собаками. Поэтому, чтобы избежать ссор между своими подопечными, Эдуард поместил питомца в отдельный вольер. По мнению хозяина приюта, причина проблемы бездомных животных в первую очередь в людях. Как говорят, раньше было меньше животных. Нет, животных было столько же. Раньше было больше людей. Сейчас слово «человек» уже, наверное, не сложно каждого назвать человеком. Сейчас присутствуют деньги. Люди увлекаются вот этой бумагой и забывают, что есть окружение, без которого в нашей жизни жить нельзя. Алена Касаткина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Судьбы и события, ставшие историей. 27 сентября 1937 года Центральный исполнительный комитет СССР принял решение раздели Западной и Курской областей на Смоленскую, Курскую и Орловскую. В честь этой памятной даты в Крывеческом музее состоялось открытие экспозиции, приуроченной к 80-летию Орловской области. Тему продолжит Наталья Чунина. Как менялась Орловская область? Уникальные фотографии, документы и карты. Эти экспонаты рассказывают о самых значимых событиях региона. Например, вот этим орденом Ленина Орловщина была награждена в 1967 году. Высшая награда СССР за особо выдающиеся заслуги представляет собой знак, изображающий портрет медальон. Сам орден изготовлен из золота, а накладной барелье вождя пролетариата выполнен из платин. Специально к открытию экспозиции данный знак доставили из Государственного архива Орловской области. Новую экспозицию в Орловском областном краеведческом музее условно можно разделить на 4 блока. Периоды до войны и после, становление православия, а также яркие культурные события в регионе. Каждый экспонат – это небольшая история о том, как процветала и развивалась Орловщина. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником, 80-летием Орловской области, который мы с вами будем праздновать 27 сентября, буквально послезавтра. Чуть-чуть осталось до этого события. И в канун этого праздника открывается эта выставка, посвященная 80-летию Орловской области. Символичный подарок фундаментальной выставки. Глава региона Вадим Потомский вручил юбилейную медаль 80 лет Орловской области коллективу краеведческого музея. Поздравляю вас. Мы в своей постоянной работе все время чувствуем и ощущаем поддержку и заинтересованное участие областного правительства. Мы очень надеемся и в дальнейшем работать более усиленно, ну и просто радовать новыми выставками всех жителей нашего региона и гостей. Более сотни фотографий о самых значимых датах в истории края. Из фондов музея, а также из личных архивов орловских фотографов. Каждый экспонат заслуживает отдельного внимания. Орловщина за эти годы прошла непростой путь. Она выстояла в военном лихолетии. И я считаю, что те трудовые успехи, те ратные подвиги, которые сегодня здесь показаны, заставляют нас еще и еще больше понять себя, заглянуть в свою душу, в свою историю и продолжать славный трудовой и ратный подвиг, который всегда отличал наш край. От момента образования Орловщины до сегодняшних дней большинство предметов представлено из Государственного архива Орловской области. Например, именно с этого документа и началась история Орловского края. Мы представили карту Орловской области 1939 года. Там написано 40-го, но она была в 39-м сделана, просто в 40-м году она была издана. И эта карта еще раз подтверждает то, что область наша была большой, состояла из 66 административных районов. Познакомиться с историей Орловщины, увидеть уникальные экспонаты и кадры, отражающие богатство и красоту родного края, можно будет до 25 октября в Орловском краеведческом музее. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Напомним, что самые актуальные новости нашего региона всегда можно услышать в эфире «Экспресс-радио Орел». Выпуски новостей выходят каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера по будням. Уголок добра, так заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалеев назвал православный центр в поселке Вятский Посад. 22 сентября губернатор Вадим Потомский показал почетным гостям, прибывшим в Орел, на открытие Всероссийской гимназиады уникальный комплекс Орловщины. Весь православный центр, все эти здания построили за один год и все вместе. Здесь школа на 150 детей, трапезная на 200 человек, келейный корпус общежития для детей на 150 человек и там сзади сейчас видим ремесленские мастерские. Абсолютно автономный объект, свои котельные, свои скважины, все свое, он не зависит ни от кого. Напомним, в тот же день гости во главе с Рашидом Нургалеевым приняли участие в церемонии открытия Всероссийской гимназиады и Всероссийского фестиваля «Открытый мир самбо». Тогда же состоялся и круглый стол, где обсуждались задачи по внедрению Всероссийского проекта «Самбо в школу» и студенческое самбо. Уже в этом году в Орловской области планируется подготовить 11 школ с залами для занятий самбо. У нас есть уже определенный опыт, мы сами в 2015 году проводили дельфийские игры, международные дельфийские игры, юбилейные. И здесь у нас было тысяча участников с разных стран и фактически со всех субъектов Российской Федерации. У нас были гости, тоже школьники, которые выступали по творческим номинациям. Сегодня вопрос решен, чемпионат мира среди школьников будет проходить в 2018 году в городе Орле впервые. Для нас это очень почетно, естественно, мы к этому мероприятию будем готовиться, готовятся все вместе и совместно с Федерацией, потому что это не просто какое-то рядовое событие, это все-таки чемпионат мира. Праздник активного образа жизни, здоровья и дружбы состоялся в Госуниверситете имени Тургенева. Спартакиада, приуроченная ко дню международного студенческого спорта, выявила самых сильных, ловких, метких студентов. Старт соревнований был дан показательными выступлениями, после чего начались эстафеты. Это наша универсиада. Традиционно она проходит в течение года и завершается уже соревнованиями между другими университетами на нашей площадке. Конечно, я желаю прежде всего здоровья, достижения спортивных результатов и то, о чем сегодня говорили. Это достижение нормативов ВТО, внедрение самых лучших методик и технологий не только в спортивную, но и в повседневную жизнь, но и основанную на здоровом образе жизни. Плюс данных соревнований в том, что наш факультет кооперируется и за счет этого у нас происходит сплочение, мы узнаем друг друга. Спорт – это короткое для нас жизни, да? А здоровье для нас жизни тоже. Прервемся на короткую рекламу, оставайтесь с нами. Особый день для праздничной атмосферы. Около 50 направлений от йоги до бодибилдинга. Более 70 тренажеров для всех групп мышц. Два этажа для занятия спортом. Один из лучших спортивных клубов в Орле «Азбука тела» отмечает свой второй день рождения. У нас уже традиционное стало отмечание, мы совмещаем с соревнованиями по силовому экстриму. Потому что у нас в Орле сейчас единственная база подготовки спортсменов-стронгменов. На этих соревнованиях у нас присваиваются разряды вплоть до КМС. Все наши соревнования проходят под эгидой Ассоциации российских силачей. Официально признали спортом наш силовой экстрим. И теперь мы уже официально присваиваем разряды парням. В соревнованиях по силовому экстриму «Азбука тела» стронгмен 2017 в этом году приняли участие 4 сильнейших спортсмена из Липецка, Курска и Мурманска. Орел представил Андрей Поляков, который с особым старанием готовился к этому дню. «Приехали на самом деле спортсмены сильнейшие, Черноземья. И я их в принципе знаю. Мы встречаемся часто на соревнованиях в других городах. То есть, ну я думаю, победить сильнейший, самоподготовленный. Ну а я буду стремиться, естественно, к победе». Пять упражнений за максимально короткое время. Верхняя и погрузочная эстафеты «Супер-йог» самым зрелищным и ярким стал заключительный этап «Последний герой», который, кстати, в Орле проводится впервые. Гирю весом 140 килограммов финалисты соревнования с легкостью перебрасывали друг к другу. После 12 повторов победа досталась Владимиру Булгакову из Курска. «Сегодня был просто немного не собран. То есть, получалось практически все, но собраться получилось только на третьем упражне. То есть, как бы, накопленная усталость нас все-таки дает о себе знать. Организм еще не восстановился. Поэтому я только стараюсь, стараюсь, стараюсь набирать». В перерывах между упражнениями «Азбука тела» для зрителей подготовила конкурсы. Самые ловкие и сильные получили в подарок абонементы клуба, а также билеты на киносеанс в ЦУМ-кино. По окончанию соревнований орловчан на сцене городского парка ждал еще один сюрприз – выступление группы «Туризм». День рождения спортивного клуба отметили по всем правилам. Показательные выступления секции бокса, чирлидинг, силовые и развлекательные упражнения. Как для любителей спорта, так и для тех, кто только собирается стать сильным, ловким и выносливым. Фитнес-клуб «Азбука тела» ждет своих любимых клиентов. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Международный кинофестиваль «Отцы и дети» завершил свою работу. Всю прошлую неделю орловский зритель мог лицезреть звезд кино. Кроме того, в областной центр в качестве гостей кинофестиваля приезжали известные режиссеры. С одним из них, которым еще нет и 18-ти, познакомилась Виктория Юркова. «Я был, я есть, я буду» – фильм о подростковых проблемах, премьера которого состоялась всего пару месяцев назад. В Москве стал участником и Орловского кинофестиваля «Отцы и дети». Его режиссер Николай Лысенков, он же – сын ведущего некогда популярной программы. Сам себе режиссер Алексея Лысенкова. Это социальная драма, короткометражка. «Моя героиня, она является своеобразным ангелом-хранителем для него». «Мой герой – это очень сильный молодой человек подросткового возраста, который на протяжении всего фильма сталкивается с определенными трудностями». «До то, что ты маму, за твое гениальное вождение, ну, доводи!» «Наше кино рассказывает о судьбе простого парня». В «Орле» фильм смогли посмотреть те, кто в субботу пришел во дворец пионеров и школьников имени Гагарина. Сам же режиссер отметил важность снимать кино на подростковые темы, где на всей съемочной площадке задействованы подростки. «Молодые ребята. Вот у меня молодежная кинокомпания. 30 с лишним человек, молодых, талантливых, перспективных ребят. И когда ты понимаешь, что каждый из них является потенциально, он является человеком, который может себя убить, ну, это не укладывается в главе. И вот из этой боли, которая во мне копилась очень долгое время, я знал о том, что бывают такие истории. А потом еще и появился синий кит, который начал массово забирать моих знакомых, друзей, который начал их вовлекать в эту игру со смертью. Мне это стало страшно, мне это стало противно. И я понял, что как начинающий художник я должен ответить на этот вызов». Над фильмом работали всего два взрослых человека, одним из которых была мама Николая, певица Сабина Мурадян. Она писала музыку к картине. «В работе получилось не совсем так, потому что то, что выдавала я, это видоизменялось, ну, не знаю, до безобразия, можно так сказать. То есть эта эксплуатация была у меня просто в хвост и в гриву. Мы только, не знаю, там, для одного какого-то эпизода я переделывала тему, ну, до 10-15 вариантов». В Орле на кинофестивале присутствовало почти все звездное семейство. «Я рад, что какое-то имею отношение. Ну, в данном случае, как дедушка, да, уже внуки. Нужный фестиваль. Очень нужный, как никогда. Потому что в сложное время мы живем». Посмотревший картину зритель отмечал важность рассказанного самими подростками. Такова была режиссерская задумка. «Детский кинофестиваль нужны обязательно. Потому что детское кино, конечно, у нас сейчас, к сожалению, в стране очень-очень задвинуто куда-то на дальнюю полку. И я более того скажу, это дефицит сейчас». Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». На этом у нас все новости и интересную информацию. Сообщайте нам по телефону 76 10 28, а также 508 0 88. Или пишите на наш сайт obladin.ru. С вами был Сергей Сергеев. Всего доброго. Домашний уют с магазинами Европа. Совершайте покупки, собирайте фишки и покупайте постельное белье со скидкой до 50%. Подробности акции в магазинах Европа. Внимание! Орловский государственный университет имени Тургенева объявляет набор слушателей в группы подготовки к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ и вступительным испытаниям университета. Подробная информация по телефону 590644 и на сайте oreluniver.ru. Домашний уют с магазинами Европа. Совершайте покупки, собирайте фишки и покупайте постельное белье со скидкой до 50%. Подробности акции в магазинах Европа. Россельхозбанк объявляет о новых вкладах с повышенной процентной ставкой. Вклад доходный или инвестиционный. Выбор за вами. Узнайте подробнее в офисах и на официальном сайте Россельхозбанка. Россельхозбанка. АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349. Домашний уют с магазинами Европа. Совершайте покупки, собирайте фишки и покупайте постельное белье со скидкой до 50%. Подробности акции в магазинах Европа. Академический театр имени Тургенева представляет. 5 октября. Открытие 203 театрального сезона. 5 и 6 октября. Музыкальная комедия «Жить и умереть на сцене». Юбилейный вечер народного артиста России Петра Сергеевича Воробьева. Билеты в кассах театра. Информация по телефону 76 25 46 и на сайте театра. Диоднажды проходил Великий Шелковый Путь. Чемпионы сегодня и звезды уже завтра. Сияют ярко в Туркменистане. В Олимпийском комплексе Ашхабада. Стадионы мирового уровня, готовящие следующее поколение олимпийских звезд, готовы приветствовать лучших спортсменов Азии. Чтобы быть в центре внимания в Ашхабаде. На пятых азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Вот и наступает осень. Все активнее, отвоевывая позиции у лета. Температура становится прохладнее и теперь приближается к климатической норме. Подробности узнаем в развернутом прогнозе совсем скоро. Генеральный партнер программы – компания «Стройсервис». «Стройсервис» представляет свой первый микрорайон на природе. Чистая экология, нетронутые ландшафты, близость реки. До 30 сентября квартира от 950 тысяч рублей. Натуральный кофе «Либоэксклюзив» – это настоящая находка для ценителей высококачественного кофе. Превосходный купаж арабики, выращенный на высокогорных плантациях Колумбии, очарует вас насыщенным, богатым вкусом. Кофе «Либоэксклюзив» поднимет настроение в любую погоду. И к прогнозу, в Амцинске перемены облачности без осадков. Температура воздуха плюс 14, ночью 6 градусов тепла. В Ливнах переменная облачность, осадков не ожидается. Днем также плюс 14, ночью плюс 6. В Болхове облачно с прояснениями без осадков. Температура плюс 13, ночью плюс 6. В Орле переменная облачность и без осадков. Температура днем плюс 14, плюс 6 ночью. Ветер северо-восточный до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Это был прогноз погоды на 26 сентября. А наш телеканал работает для вас. Наши партнеры. Новая коллекция теплых, легких и практичных пальто и курток. Уже в продаже. Магазин женской одежды «Марита». Книжная канцелярская компания «Оптимист» объявляет мега-акцию с 1 мая до конца сентября. А уже 30 сентября будут разыграны 28 супер-призов. Один из счастливчиков станет обладателем автомобиля «Лада Гранта». Сеть магазинов «Сантехтепло». Оборудование для водоснабжения и отопления вашего дома. Щипная площадь, дом 7. Одежда ведущей предоставлена свадебным салоном «Леди». Улица Максима Горького, 39. Желаю всегда отличного настроения. До скорых встреч. Компания «Стройсервис» представляет свой первый микрорайон на природе. Для вас чистая экология, нетронутый ландшафт и близость реки. До 30 сентября квартиры от 950 тысяч рублей. Первые ключи выдаем уже в сентябре 2017 года. Спешите, выбирайте наш микрорайон для счастливой, комфортной жизни. Звоните 49 54 54. Магазин финской одежды «Марита» предлагает вам большой выбор женской одежды любых размеров. От производителей Финляндии, Германии, России. Мы ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в здании универмага. Центральный вход, второй этаж налево. Грандиозная акция от «Оптимиста» с 1 мая по 30 сентября. Соверши покупку в магазинах сети «Оптимист» и участвуй в розыгрыше множества призов. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Сеть магазинов «Сантехтепло». Котлы, колонки, фитинги, трубы, радиаторы, смесители, мебель для ванной комнаты от производителя. Акция. Газовый двуконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания «Бош» за 25 220 рублей. Радиатор литой алюминиевый «Аллекорт» – одна секция – 240 рублей. Магазин «Сантехтепло». Щипная площадь 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова